Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, Дмитрий Микрофона, и за долгое время мы продолжаем играть Empire Total War. Так, посмотрим, что у нас здесь. Я пытался снять вот пару часов назад серию, но я там снял, почти ничего не было, ход один пропустил, я выиграл битву, был одну. Но сейчас немножко вернул назад, хорошо, что у меня было сохранение такое недалеко друг от друга. Вот. Так, посмотрим, что у нас здесь. Тут я восстанавливал свои войска, здесь я сделал автобои против намного меньше количества сил противника, ну, противник имел намного меньше людей, и я получил большие потери. Вот сейчас я восстанавливаюсь, но я, наверное, не успею восстановиться, потому что я иду на свой родной город, Львов, Галиция и Подолье. Так, Вильнюс. Вильнюс мы сейчас будем пытаться взять, но у нас людей недостаточно. В Вильнюсе там есть хороший гарнизон. Я вам потом покажу. Так, что здесь? Здесь мы догоним вот этих ребят. Уничтожим их. А, мы их не уничтожили. Ага. Ну, сейчас давайте вот так сделаем. А пикинеры пусть погонятся за ними, потому что они мне полностью все разрушают, всю структуру. Так, хорошо. Завершаем ход. Наш разведчик пришел. Я где-то один или два хода сделал. Хорошо, что там почти ничего не происходило, а тот ход... Вот, перед... Хорошо, что я не сделал ход и не сохранил игру, потому что я сохранил игру и думаю, а, не буду делать ход. Вот, и как раз перед тем ходом сохранения, автосохранения было, где было самые интересные вещи, когда я нападал на Львов, Галиция и Подолье. Так. Ригу нужно захватить. Кстати, не забываем, что я еще воюю тут с Россией. Так. Дагестан. Тут даже Дагестан есть. Буряты стоит какой-то. Буряты. Хорошо. Агент новый есть. Построена ферма. Так, теперь... Вот так я могу всех забрать. Так, и теперь... Рекрутмент. Вот, пусть одни у меня восстанавливаются. В Львов мы посылаем своих ребят. Пусть осаждают Львов. Теперь мы, после уничтожения вот этих ребят, мы сможем спокойно восстанавливать свои фермы. Все ремонтировать. Тут также есть порт, который нужно отремонтировать. И все. С Варшавой мы разобрались. Вот эти... Вот эту часть нужно охранять. А вот тут можно, конечно, распустить несколько воинов. Нашу западную армию можно немножко пораспускать. Но в любое время, как я знаю, может напасть Австрия. У нас с Австрией очень напряженные отношения. А по сути, если там долго не вступать в войну с Польшей, то они объединяются с Австрией. И потом этот союз очень трудно победить. Но я на Польшу раньше напал. И Австрия не помогает им, потому что боится меня. Из-за того, что у их границ есть превосходящие мои силы. Ну, конечно, уже не очень превосходящие. Но есть кое-какие силы. Так, в Варшаве. В Варшаве у нас уже есть ребята. В Восточной Пруссии есть тоже. Нет, пока нету ребят. Но мы захватили вот этот ихний... Ихний форт. Так. Мы сможем создать гусаров мертвой головы. Но только где они есть? Не здесь, не здесь. А где? Вот. Гусары мертвой головы. Армия. Интересно, сможем ли мы добраться к Варшаве? Ой, то есть к Вильнюсу. Нет. Немножко не хватило. Можно, в принципе, напасть генералом. Ага. Мы не можем напасть генералом. Потому что у нас есть еще там люди. В армии. Ну давайте Львов захватим. Мы Львов должны брать. В прошлой серии я взял Львов так довольно быстро. Довольно легко. Разломил стену. И... Все очень быстро у нас штыковая. Мы вышли в спину и штыковая быстро закончилась. Сейчас буду так же действовать, что было, как в первой серии, которая у меня была, и черный экран имела. Уже давно забыл о Эмпайре. Кстати, очень хорошая игра. У нас будет много игр еще добавляться. Я там поставил... Поставлю на закачку. Нужно переустанить полностью экзанему. Эпре люту суи генерис. Из-за того, что там какие-то проблемы с текстурами. Я ее не изменял. Ничего не удалял. Но какие-то проблемы с текстурами есть. Особенно... Возможно, после того, как я купил... Другую видеокарту. Блин, тогда дождя не было. Хорошо. Вот дождь будет проблематичен. С дождем нужно будет как-то бороться. Так, всю конницу вместе с генералами оставлю вот так назад. Потому что ихни пушки будут очень серьезно валить наших ребят. Так. Вас могу уже открывать. Разворачивать, то есть. И поехали. Подождем пока. Форд наш. Форд. Ихний форд будет. Ихний форд будет разбомблен. Можно так сказать. Так. Самые главные свои войска пусть идут впереди. А вот эти, что потерпели... Потерпели больших... Потерпели... Ну... Блин, много людей потеряли, короче. Они людей много потеряли. Вот. Пусть они будут сзади прикрывать. Так. Уже 38. Готово. Так. Враги немножко огонь ведут. Я, конечно, так и не шел просто на пролом. Тогда у меня аккуратно были расстановлены войска. Хотел бы сказать, что очень круто выглядят русские солдаты. Просто невероятно круто. И сейчас мы будем вблизи стрелять по вражеским войскам. Как-то криво я их поставил. Так. И еще кого выбрать? А, вот этих ребят выбрать. Криво я их поставил. Давайте быстренько, быстренько. Так. Возможно, даже еще этих можно приблизить. И тоже обстреливать вражеские войска. Так, так, так. Но когда они идут с обычным строем, там не бегут. Очень грозно выглядит. Так. Все, наши уже начинают стрелять. Но особо мы им ничего там не делаем. Ну, так мы сможем их задержать немножко. Так. Стена уже почти проломлена. Но тогда я проломил стену, и очень много вражеских солдат было убито. Так. 98. Ну, тут мы их слишком так и не убьем. Так. Когда будет выстрел? Все готовятся? Очень долго причащают пушки. Смотрите, сколько дыма уже. Все, поехало. Полностью. Разрушение идет. Теперь они могут не стрелять. А вот эти взять свои штыки. И пойти полностью захватывать крепость. А вот эти ребята могут тоже взять свои штыки. И атаковать форт. Так, вы уже можете не стрелять, в принципе. Сколько же дыма. Посмотрите, какая красота. Везде в дыму. Форт дымится. Так, все, поехали, побежали. Мы должны полностью победить их в штыковой. Так. Они полностью все слезли. Так. Как мы будем же действовать? Они же нас со всех сторон. Давайте вот эти пойдут сюда. А вот эти будут держать. Вот этот фланг. Конечно, боюсь, чтобы мне в спину не вышли. Видите, здесь конница может спокойно в спину выйти. Так. Все. Началась драка. Они используют свои мушкетки как дубинки. А у нас есть вот эти ножи, которые втыкаются в дуло самого мушкета. Ну, они были тоже малоэффективны из-за того, что если ты очень сильно проткнул человека, этот нож полностью залезал, и было очень трудно вытянуть мушкет, потому что полностью с ручкой он залезал в человека, если ты его проткнул, конечно. И... Так, сейчас. И вот, если ты проткнул человека, все же смог вытащить нож, в большинстве случаев, он просто застревал в человеке, и ты полностью вытаскивал мушкет, без ножа уже. Он полностью застревал в человеке, и уже вытащиться не мог. Да и до конца боя вести с мушкета выстрелы уже было невозможно. После того, как ты, ну, как пробку его запахал, он запихывался как пробка, и уже его после этого, ну, мушкет нельзя было использовать в стрельбе, пока не закончится бой, и с помощью, там, подручных средств, кузнец, или еще там, ну, там у них были свои предметы, которые вытаскивали вот эти штыки из дула мушкета. Так. Побежали, побежали. Ну, наши намного лучше не дерутся, потому что у них еще и штыки, как я говорил. Так, вы сюда идете, а вы полностью атакуете конницу. Так. Смотрите. Ну, в коннице нету шанса, это мы знаем. Наш генерал, кстати, может подойти ближе. Ну, конница может подойти ближе, а генерал пусть будет здесь, остается, смотрит свои подзорные трубы на все поле боя. Так, давайте. А, они не разгоняются. А, нет, разогнались немножко. Вот, 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 вот. Все, их генерал убит. 94 человека, 92 человека. Очень быстро падают лошади. Так, что здесь? Ну, у этих, каких, в Ситинзенере, Файрлокармед Ситинзенере, у них совсем нету шансов в ближнем бою. Хотя у этой гарнизонной милиции нету штыков, но у них намного больше шансов победить в штыковой, чем у вот этой гарнизонной милиции. Там умирает 100 человек, примерно 50-100 человек, и все. Даже первая атака штыковая, ну, когда идут в атаку со штыками на них люди, все, там, из-за большого количества мертвых людей, ну, все быстро заканчивается. так, давайте ход завершаем. Завершить ход. Мы уже все отремонтировали, что нам нужно было. И после хода мы уже закончим серию, потому что тогда вышло на 20 минут серия. Вот сейчас будет немножко меньше, потому что, как я рассчитывал, что буду я показывать в серии, что не буду я показать в серии, потому что захват, штурм Вильнюса может продлиться намного дольше, чем нужно. Вот этого нам не нужно. Лучше я покажу две серии по 10 минут, чем одну, там, 30-ти минутную. Ну, лучше по 15 минут, чем одну 30-ти минутную. Что у нас здесь? Вот. Курляндия, пираты. Когда мы уже создадим флот свой, вот тогда уже будет намного проще нам. Вот так. С флотом уже будет намного проще, как я говорил. Потому что мы, ну, и нам более интересно, что мы сможем выходить уже в океан, там, где-то к Америке плыть и воевать с пиратами и тому подобное и уже захватывать другие берега. Так, давайте из Бранденбурга мы в Дрезден отправим свои мертвые головы. Гусары мертвые головы, посмотрите, насколько они сильны. У них защита на 6 больше. Мораль в половину раз больше. Они могут почти до последнего человека сражаться. Бонус атаки 15, это на 4 больше. и 1 атака. Плюс, ну, лучше на 1 атаку, чем обычные жандармеры. Ну что ж, спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.